МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Появившаяся в 1936 году докторская колбаса сразу завоевала любовь покупателей. Она считалась диетическим продуктом и даже предназначалась в качестве лечебного питания для людей, ослабленных от голода. Разработанная рецептура была Всесоюзным научно-исследовательским институтом мясной промышленности. Так называется ВНИИМП. В ней была говядина высшего сорта, свинина полужирная, молоко, яйцо. И из специй только мускатный орех или кардамон. Эти специи считаются благородными. Докторская по-прежнему считается едва ли не самой полезной колбасой. По современному ГОСТу состав почти не изменился. Скорее улучшился. 25% полужирной свинины заменили на нежирную. В правильном продукте в меру соли и никакого перца. На срезе докторская колбаса должна иметь приятный розовый цвет, без серых пятен и пустот. Придерживаются ли нынешние производители традиционной рецептуры? Или вкус докторской сегодня уже не тот? Наверное, сейчас пока качественнее. Я так думаю, вообще, в советской вилле. Я как-то раньше не очень мне нравилась, а сейчас как-то вот соответствует. Даже написано, что соответствует ГОСТу. Ну, не знаю, там намешано, ничего не понятно. Ну, вкус, во-первых. Раньше хоть она в колбасах, даже кошки ели сейчас. Даже кошки не едят. У них был и вкус, и запах. А сейчас нет. Нет вкуса настоящего мяса. Раньше была как-то натуральная колбаса, а сейчас нет. Она более синтетическая. Чтобы оценить вкусовые качества современной докторской колбасы, мы приобрели четыре образца местного производства и зашифровали их под номерами. Номер один – мясной ряд, номер два – ратимир, номер три – надежда 95 и номер четыре – торговый дом ВИК. Наши дегустаторы – студенты, будущие товароведы и сотрудники экспертных лабораторий. Нашим образцам предстоит пройти жесткую оценку на соответствие требованиям государственного стандарта. Итак, прошу первый образец. Дегустаторы оценили внешний вид, цвет на срезе, запах, вкус, консистенцию и сочность всех образцов. Меньше всего баллов набрали номера три и четыре – докторская колбаса «Надежда 95» и ВИК. Претензии к образцу под номером три. Какие? Ну, на внешний вид она выглядит очень приятно. Когда пробуешь ее, то чувствуется, то есть в ней как будто не хватает натуральности какой-то. У меня третья и четвертая, они наравне, как бы плохие. Четвертая, можно сказать, даже хуже, потому что давала какой-то солью именно. Если честно, недостаточно вкусные, то есть вкус не выражен. Если честно, вот ощущение мяса, ну, если в номере три, например, оно слегка перекрывается пряностями, то в номере четыре даже этого нет. На ваш взгляд, самый худший образец – номер три? Да. Почему? Единственное, что хорошее в этой колбасе – это внешний вид. Попробовав колбасу, сразу же ощущается первая ее жесткость. Вторая – это она очень сухая и, ну, грубо говоря, отсутствует в себе вкус. Зато первый и второй образцы порадовали. И качество, и внешний вид – очень приятный вкус. В ней чувствуется мясо, помимо специй. Лучший самый был – это второй. У него было все по стандарту. А если заглянуть в состав? Колбаса, мясной ряд и ратимир – большей частью из добавок. Стабилизаторы, фосфаты, глутамат, натрия – опасные красители. Список в несколько строк. Зато в проигравших третьем и четвертом образцах все по ГОСТу. Получается, чем больше химии, тем вкуснее? По мнению экспертов, удивляться тут нечему. Сегодня качество мяса в корне изменилось. От этого – это основа. И кроме того, сегодня мы не вырабатываем массовую продукцию из охлажденного мяса. Не вырабатываем. В откормочных хозяйствах животных, для того, чтобы животные быстрее набрали убойный вес, и в том числе мышечную массу. Разумеется, ускоренное питание где-то стимуляторы используют. Высшие сорта мяса могут заменить на те, что подешевле. Благодаря современным технологиям измельчения, на вкус и глаз это определить невозможно. Как и то, сколько нитрита натрия в колбасе, придающего ей розовый цвет. Все бывает. Бывает, что человек налил нитрит натрия, отвлекся и думает, налил, не налил. Если налью вся колбаса, не налил, колбаса будет серая завтра вся с меня высчит. Если налью второй раз, этого никто не заметит. И такое бывает, я вам говорю. Я работала в производстве много лет. Выходит, вкус мяса обеспечивают добавки, барьерные технологии, специальные оболочки. Без них и мясо мясом назвать не получается. Да и хранится такая колбаса уже не трое суток, как раньше, а в зависимости от наполнения месяц и даже два. В этом году должен вступить в силу новый техрегламент на мясо и мясопродукты. И производителям, скорее всего, придется перейти на охлажденное сырье. Но пока в промышленности его просто нет. Смогут ли производители работать по новым требованиям, как это скажется, на качестве и цене колбасы, или докторская исчезни с прилавков, покажет время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова